Всем привет, ребята! Меня зовут Асель. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу с вами поделиться ответом на вопрос, почему не стоит поступать в Назарбаев университет, и также, почему же стоит поступать в Назарбаев университет. Прежде чем начать, я хочу рассказать немного о себе. Я являюсь студентом третьего курса Назарбаев университета. Говорят, студентом третьего курса. Надеюсь, говорят. Я здесь уже учусь четвертый год, потому что я еще училась на фаундейшне. Фаундейшн — это год подготовки к бакалавриату, можно так сказать. Если бы у меня сейчас спросили, поступала ли бы ты в Назарбаев университет, если бы у тебя был выбор сейчас, то я бы сказала абсолютно да, конечно, я бы сюда поступала. Я очень люблю свой университет, я очень люблю все возможности, которые мне дает этот университет, поэтому вот так вот. Но с другой стороны, есть некоторые моменты про какие-то типа негативные стороны, о которых я бы хотела знать, прежде чем поступить в этот университет. Сколько раз я скажу университет за это видео, давайте посчитаем вместе. Всем приятного просмотра. Это видео является немножко моим субъективным мнением, и также субъективным мнением некоторых других студентов. Я сделала такой маленький опрос, спросила своих друзей, которые учатся на четвертом курсе, на третьем курсе, на втором курсе. Какие они заметили минусы и плюсы за время учения здесь. Давайте начнем с плюсов. Их очень много, и минусов хоть и два раза меньше, но они все, можно сказать, весомые. Самое первое, о чем чаще всего люди говорят, самый большой, мне кажется, плюс этого университета, это комьюнити. Это определенно люди. Вообще, если смотреть на университет как место, где ты хочешь познакомиться с разными прекрасными, интересными людьми, то вам нужно просто, не думаю, поступать на Зарбаев университет. Конечно же, я не могу сказать, что комьюнити здесь лучше, чем в других университетах Казахстана, потому что я в других университетах просто не училась, поэтому я не знаю. Но я просто могу сказать, что здесь люди такие классные, они такие разнообразные. То есть просто вот сидит, сидят пять нушников, и с каждым из них поговоришь, и поймешь, что у них такой огромный, интересный бэкграунд, то, что они помимо того, что учатся, занимаются столькими разными, просто вдохновляющими вещами. Можно с рандомным человеком поговорить в университете и вдохновиться, получить огромную мотивацию. Это так. Ну, я считаю, что, во-первых, здесь учеба сложная, и если человек может справедляться с этой учебой, это уже огромный плюс этого человека. Но плюс к этой сложной учебе, люди еще успевают заниматься другими вещами, находить на это время, силы, это просто превосходно. Поэтому я считаю, что комьюнити здесь, это самое-самое вот сочное, что можно приобрести, учать в этом университете. Второе, второй огромный плюс, это то, что ты, когда учишься здесь, ты развиваешься не только в учебе. Конечно, ты можешь только учиться, никто тебя не заставляет еще что-то делать, но чаще всего люди занимаются не только учебой, как я уже сказала, вот в первом пункте, то, что здесь очень много разных-разных клубов, которые реально активны. И иногда, вот я тоже состою в одном клубе, называется I knew the sides, мы организовываем концерт, который базируется на Евровидении в университете, и я так много на него, когда трачу времени, иногда я себя ловлю на мысли, думаю, по идее меня никто не заставляет этим заниматься, никто мне за это не платит, просто я сама это делаю, потому что я хочу это делать. И также окружающие меня люди, которые состоят в моем клубе, они все делают это, потому что хотят. И из-за того, что собрались люди, которые горят этим делом, рождается что-то великолепное и красивое, я считаю. Благодаря студенческим клубам ты можешь развиваться где хочешь. Хочешь танцы, вот тебе просто офигительные, просто не могу описать словами, какие крутые танцоры, есть танцевальные клубы разных-разных жанров, это не только один танцевальный клуб, есть Latino Dance Club, есть Ballroom Dance Club, есть K-Pop Dance Club, есть просто Dance Club, есть High Heels, есть Contemporary, короче, есть все, что вам нужно, реально, вот что вашей душе угодно, то вы и найдете. Также с пением, есть хор, есть Vocal Club, есть акустик, короче, есть очень-очень много всего, связанного с пением, есть и по рисованию, и баскетбол, и волейбол, и бег, есть клуб любителей играть в мафию, есть клуб, не знаю, вот, Taekwondo, есть бокс, есть просто все, что вот давайте, можем сыграть в игру, вы можете в комментариях написать какой-то рандомный, не знаю, какой-то рандомный вид хобби, если бывают виды хобби, и я вам скажу, что есть такой клуб в нашем университете, и еще и он активный, вот. Третий, очень большой плюс нашего университета, это комфорт, просто нереальный комфорт, в нашем университете, в основном, все учатся на гранте, то есть это не так, что есть миф такой, то, что вот у нас учатся одни богатые люди, на самом деле это не так, здесь учатся все на гранте, и для всех условия поступления одинаковые, ну, вроде бы нишевцам чуть легче, но все равно в ниш тоже надо как бы поступать, да, и проходишь эти все экзамены, этапы, то есть здесь могут учиться, как и сын депутата, так и просто обычный человек, я вот училась в обычной школе, то есть я не заканчивала ни ниш, ни РФМШ, просто, типа, училась даже в поселке, Аулда, можно сказать, училась, ты сюда поступаешь, и тебе дают общежитие, если ты не резидент Астаны, то есть если ты не живешь в самом городе Астана, хотя в этом году, хотя в этом году многим студентам, которые даже живут в Астане, дали общежитие, так что, вероятность получить общежитие, мы это называем Дорм, Дормитри, очень большое, и поэтому ты получаешь общагу, ты живешь в общаге, а у нас общежитие и учебный корпус, они соединены, таким, типа, Skywalk называется, можно сказать, не мост, а переход, и ты даже на улицу не выходишь, когда с утра идешь на пары, тебе не нужно надевать такую супер большую куртку, вообще, просто, хоть в тапках иди, хоть в шортах иди, тебе будет комфортно. У нас общежитие очень удобные, у нас очень много места, где можно учиться, мы живем по два человека в одной комнате, есть там две кроватки, две большие, два больших стола для того, чтобы учиться, есть в каждой комнате отдельный душ, отдельный туалет, отдельная раковина, есть большие шкафы, то есть комнаты у нас очень комфортные и удобные, также на одном этаже где-то 25 комнат, или 28, я забыла, и одна большая кухня с двумя большими холодильниками, сделаны все условия, чтобы ты просто не беспокоись, училась, если в комнате что-то сломается, ты пишешь в сервис-деск на почту, они приходят, тебе это чинят, очень удобно то, что ты просто с общежития спускаешься на первый этаж, и там всегда происходит какая-то движуха, там очень много разных столовых, кафешек, которые иногда даже работают 2-4 на 7, очень много мест, где можно просто посидеть и поучиться, в нужном сленге это чалить, то есть мы не говорим учиться, мы говорим чалить, кажется, это перешло к нам от котелщиков, вот, то есть чалить можно везде, например, сейчас я сижу в клубном кабинете, то есть это кабинет моего клуба, тут также не только мой клуб, тут несколько клубов используют этот кабинет, чаще всего они по вечерам проводят собрания, поэтому днем эти кабинеты просто свободные, то есть я могу прийти здесь учиться, здесь снимать видео, иногда я могу даже здесь заниматься йогой, просто есть библиотеки, которые работают 2-4 на 7, то есть на тебе все возможности, ты просто учись, вот мне кажется, что говорит нам наш университет, ну, также у нас есть бассейн огромный, просто олимпийский огромный бассейн, у нас есть спортзал джим, у нас есть кололазание, у нас есть это все за почти копейки, раньше это вообще стоило 500 тенге в месяц, сейчас это стоит 3000 тенге в месяц, под стил бассейн и спортзал за 3000 тенге в месяц, еще и такой хороший бассейн, и очень качественный хороший спортзал, и даже на улицу не нужно выходить, чтобы туда дойти, можно просто выйти на скайволк, и через скайволк пройти в эти спорт, спортивные, это отдельные здания, которые соединены также через скайволк, с общежитием и с университетом, где бассейн, еще и сауна, вот, можно просто выйти с бассейна и зайти в сауну, это все для студентов, очень удобно. Общежитие очень недорогое, то есть за один семестр мы платим около 80 тысяч тенге, четвертый большой плюс для меня, это профессора, у нас очень классные профессора, да, очень много иностранцев, и у них абсолютно другой менталитет взрослых, то есть они же все взрослые, и в Казахстане, казахстанские взрослые, их менталитет меня иногда, мне иногда делает больно, типа наш менталитет, он такой то, что я взрослый, я прав, а ты ребенок, ты меня слушай, вот, и твое мнение ребенка не так, не такое важное, как мое мнение, потому что я от тебя старше, вот такое вот мировоззрение, я немножко не принимаю сама лично, поэтому для меня такой плюс, то что профессора очень сильно считаются с твоим мнением, они разговаривают с тобой, как с адекватным взрослым человеком, и они, с ними можно поболтать, с ними можно подружиться, от них получить можно совет, то есть они классные, я обожаю наших профессоров, также они очень умные, конечно, супер требовательные, но мы об этом поговорим в минусах, но вообще, как люди, я считаю, что большинство из них очень классные, именно в плане, я ни с кем, на самом деле, не общаюсь близко, вообще ни с одним из профессоров, но я знаю очень много случаев, когда студенты прям дружат с профессорами, типа вот профессор может позвать себе домой, свою целую группу, там угостить обащениями, это очень классно, следующий большой плюс для меня, это то, что у нас очень разнообразные курсы, то есть мы не говорим предметы, мы говорим курсы, например, я экономист, помимо курсов по экономике, я могу взять очень много других элективных курсов, то есть дополнительных курсов, в которые входят языки, то есть есть французский, испанский, немецкий, китайский, корейский, я забыла, какой еще есть, ну конечно казахский само собой, он вообще у нас является обязательным языком, выучить какой-то язык, хотя я экономист, казалось бы, мое образование никак не связано с французским языком, да, но если я бы захотела, я бы смогла закрыть первый, второй, третий уровень французского, являясь экономистом, я могу получить майнер, то есть типа поменьше профессию в политологии, либо в лингвистике, ой, хоть где угодно, просто на тебе возможности, учи все, что ты хочешь, но, конечно, там есть свои подвохи, я сейчас об этом расскажу уже в минусах. Следующий для меня огромный плюс этого университета, это то, что обучение происходит полностью на английском языке, и то, что ты все время практикуешь свой английский язык, вообще нет ни одного предмета, где ты можешь с профессором поговорить на русском, даже если он казах или русский, ну чаще всего у нас, ну у меня лично было так, что чаще всего у меня профессора не иностранцы, и они просто не знают казахского, либо русского языка, но даже когда у меня были профессора, которые казахи, или, ну русскоговорящие люди, они, то есть с ними все равно, даже, даже какой-то вот простой вопрос, я всегда к ним обращаюсь на английском, также они ко мне всегда обращаются на английском, и абсолютно все лекции, все материалы, все-все-все на английском, обожаю это, из этого плюса для меня вытекает такой маленький плюс, то, что в основном все у нас студенты, они мультилингвисты, они разговаривают как минимум на трех языках точно, следующий плюс, это менталитет в Назарбаев университете, многие говорят, что мы как будто бы живем в куполе, где все такое розовое, прекрасное, просто вау, и в этом есть и свои плюсы, и свои минусы, я сейчас хочу сказать про плюсы, это то, что здесь все люди очень вежливые, очень как будто бы дисциплинированные, если вот вы были когда-то в Америке, или в какой-то такой уестерн стране, я сама лично не была в Америке, но многие мои друзья, которые были в Америке, говорят про то, что там все типа лицемерят, улыбаются тебе, все такие вежливые, и их это раздражает, если бы со мной все улыбались, улыбались, были вежливыми, хоть это и не по-настоящему, они ко мне хорошо относятся, это просто маска, но это мне так удобнее, мне вот удобнее, когда человек сохраняет личное пространство, то есть он не переносит на меня какой-то негатив, и счастье он мне не переносит, но вот максимальная нейтральность, всем на всех все равно, и это я обожаю, я обожаю то, что я могу идти, никто меня не будет трогать, никто никак не будет не грубить, то есть тут все максимально такое, сдержанное подойдет слово, менталитет такой сдержанный, общение у людей у всех более-менее сдержанное, не бывает такого, чтобы я где-то сидела, и чтобы где-то рядом кто-то громко разговаривал, разговаривал или орал, бывает, конечно, такое, не все тут идеально, бывает такое, но крайне редко, я могу хоть где оставить свой телефон, свой ноутбук и уйти, я знаю, что не украдут, то есть, также бывают, наверное, какие-то случаи, я не ручаюсь за всех, всех-всех, но лично я могу спокойно оставлять свои вещи и уходить, я знаю, что никто их не тронет, ну, во-первых, еще есть везде видеокамеры, но все равно, тут не бывает каких-то драк, тут не бывает такой, типа, какой-то странной драмы, я не люблю такое, я люблю, когда вот все нормально, все адекватное, никто не лезет в очередь, все такие вот, мне нравятся такие люди, поэтому для меня это тоже огромный плюс, наверное, на этом закончим, рассказывать про плюсы, на самом деле, их очень много еще, я могу рассказать про них побольше, если хотите, можете написать в комментариях, я сделаю вторую часть, про плюсы, давайте перейдем уже к минусам, самый огромный для меня минус, это специальности в университете, то, что вообще наш университет, он исследовательский университет, то есть здесь проводятся исследования, и он, из-за этого он более такой теоретический, все знания, которые мы получаем, очень мало практики, опять же, я не говорю про все другие специальности, я сама же на экономике учусь, но от других своих друзей я тоже слышу то, что у них очень мало практики, поэтому я бы хотела, чтобы было побольше практики, потому что нужно делать очень много дополнительных каких-то усилий, чтобы получать эти практические знания, хотелось бы их уже получить немного в университете, то есть очень много теорий мы учим-учим-учим-учим-учим, и как будто когда выпускаемся, мы не знаем, типа, как со всеми этими знаниями делать что-то в реальной жизни, второй для меня минус, но это для меня лично минус, это то, что у нас реально сложно учиться, то есть work-out очень большой, учителя от себя очень много требуют, то есть читать, писать, решать, все что угодно, очень много, и очень много у нас дедлайнов, не бывает на самом деле на протяжении учебы, учебного семестра, ни одной недели, где, типа, нет никаких дедлайнов, нет никаких домашек, Да хоть нет никаких экзаменов, бывает редко, когда есть неделя, где нет никакого экзамена Просто ментально это сложно, ментально сложно так много учиться Потому что бывают недели, когда я просыпаюсь, иду учиться до ночи, иду спать Просыпаюсь, иду учиться, до ночи учусь, иду спать То есть такое бывает очень часто, и это ментально мне даётся немного сложно Особенно, когда тебя так строго ещё оценивают, вот эти вот оценки Это вот всё просто на меня сильно давит. Эти минус — это то, что мы немножко, как я уже сказала, живём в инкубаторе общества Назарбаев университета. То есть мы... Я сама жила в Астане, поэтому у меня очень много астанинских друзей. Я выхожу в город и провожу время в городе, но многие студенты Назарбаев университета, которые особенно приезжие, которые живут в общаге, и у них все друзья-нушники, они очень редко выходят за территорию Назарбаев университета. Так как люди проводят всё своё время в университете, а тут всё такие вежливые, классные, всё тут как бы хорошо, легко получается, мне кажется, мы немножко не готовы... Не немножко, а немножко не готовы к реальной жизни. Как минимум мы не катаемся на автобусе, чтобы ездить на учёбу, мы не видим других людей, мы не учимся как будто бы общаться с разными слоями, разными разносторонними людьми. Мы общаемся только с теми, кто на нас похожи. То есть, какими бы мы не были бы разносторонними, у нас у всех типа... Мы более-менее схожи по общению, по интересам, и легко находить общий язык с человеком, который учится вну, а вот зану таких вот таких у нас социальных навыков, к сожалению, нет. Следующий минус, это минус не для меня, это я вот услышала от многих своих друзей, то, что здесь есть токсичная компетитивность. Допустим, когда ты студент Назарбаев университета, ты видишь других студентов, у которых GPA 4.0, которые занимаются тремя-четырьмя стажировками, делают какую-то исследовательскую работу, параллельно ещё работают, ещё их вводят на спорт. То есть, как будто бы здесь очень-очень-очень сильна атмосфера успешного успеха, всё-таки успешный-успешный-успешный, и когда ты не такой успешный успех, ты чувствуешь себя немножко нагнетает, то есть, есть вот это вот... Сложно быть просто простым. Надо быть обязательно каким-то крутым, потому что, как минимум, этого от тебя требуют, как минимум, все вокруг такие, и из-за этого можно также ментально немножко упасть. Следующий большущий минус для меня — это то, что у нас система регистрации курсов немножко... вечно с ней что-то не так. То есть, как у нас вообще система работает регистрация? То есть, у нас нет определённого расписания, у нас есть список предметов, которые нам нужно закрыть за 4 года, то есть, до начала семестра есть период, когда мы регистрируем себя на курсы сами. И часто бывает такое, что система лагает, или курсов не хватает, или мест не хватает. Закончились места, и тебе приходится просто для того, чтобы заполнить своё расписание, брать курсы, которые тебе абсолютно неинтересны. Вот, это, я считаю, очень большой минус, но я надеюсь, что это как-нибудь исправится. Может, в принципе, на этом всё. Если вы хотите продолжения, я могу... У меня ещё есть очень много плюсов и минусов, просто я не хочу делать это видео слишком длинным. Если вам было интересно, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. И если вы хотите, чтобы я сняла продолжение, обязательно напишите, я сниму. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok